Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я попробую сделать макияж без макияжа. Это направление называется Clean Girl Makeup. Суть его заключается в том, что я должна сделать такой макияж, который не увидит окружающий и буду думать, что на мне совершенно нет макияжа. Сейчас моя кожа абсолютно чистая и сухая, на ней есть немножко воспалений. Надеюсь, это не помешает сделать мне макияж без макияжа. Чтобы лицо было действительно по-настоящему сияющее, я начну с увлажнения. Для глаз я использую новый для себя крем от Cellimax. Это корейский бренд. Этот крем очень приятный сливочной текстурой. Он легко тает и распределяется по области вокруг глаз, не растягивая кожу. А в состав входит новый для меня экстракт Noni, который я буду, конечно же, изучать. Ну и понятные нам пептиды и витамины, которые в комплексе способствуют омоложению и разглаживанию кожи. Остатки крема для глаз я распределяю похлопающими движениями, а после перехожу к увлажнению кожи лица. Я использую дневной крем для чувствительной и сухой кожи. Крем естественным путем восстанавливает липидный барьер поврежденной и ослабленной кожи. У него очень удобный носик и достаточно легкая текстура. Его можно точечно нанести на лицо и не переборщить. Наношу тонкий ровный слой, чтобы не перегрузить кожу. Надавливающими движениями немножко разгоняя лимфу. И перехожу к следующему этапу, это SPF 50 с четырьмя плюсами, а это значит полная защита от солнца. Сейчас я регулярно пользуюсь SPF. И выделяя три правила, он должен быть не липкий, не забивать поры и не выбеливать лицо. Сейчас я использую крем от Celimax, он подходит для сухой кожи. Для того, чтобы обеспечить полную защиту, я наношу SPF на два пальца. У меня стало меньше веснушек и пигментных пятен, хотя солнце уже с весны очень сильное. Все это благодаря тому, что я использую SPF крем, поэтому не стоит об этом забывать, это важная часть ухода. Я прикладывающими движениями распределяю SPF по лицу, остатки снимаю на плечи. Кремы на лице уселись, совершенно нет ни липкого, ни видимого слоя, поэтому можно переходить к макияжу. Я открываю свою новую коробку спонжа с Алиэкспресс. Первым делом я обрабатываю спонж кожным антисептиком, хорошо жмякаю, прополаскиваю все в воде. И он готов к использованию. Чтобы не перегрузить кожу, я решила использовать консилер от Reflame. Он действительно ложится как вторая кожа. Меня очень удивил этот продукт, я его использую достаточно часто, если хочу сделать незаметный макияж. Наношу на всю Т-зону, спонжем хорошо впечатываю консилер в кожу. Он быстро с ней сливается, получилось как своя кожа, только лучше. А теперь я перехожу к глазам и на веки я нанесу прозрачную базу под тени от Сережи Наумова. Она оставит мои веки натуральными и в отличие от тона не будет скатываться в полосочку. Следующий этап мой любимый, с ним я всегда перебарщиваю, это бронзер. Сейчас я его нанесу совсем немножко на верхнюю часть скулы, чтобы это выглядело как поцелуй солнца. На носик и на веки. Создались естественные тени, а если вы загорелая, то я думаю, этого будет вообще незаметно. Бронзер просто придаст легкую свежесть. Следующее, что еще больше добавит мне свежести. Очень приятные румяна от L'Oreal в персиковом оттенке. Их я нанесу на щечки. Они должны прям гореть, как будто бы я немножко сегодня сгорела на солнце. Но это не должно быть нарочито. Помним, что у нас еще есть брови и ресницы, мы их точно накрасим. А пока я прохожу с этими румяными даже по губам, и они подсветят мне немного губа. Также я их слегка добавлю в складку века. Оформление бровей я начну с геля. Все волоски я зачешу наверх и зафиксирую. Это один из вариантов оформления таких пушистых бровей, как у меня. Начинаю я с того, что меняю форму, структуру и направление бровей, куда они растут. После я использую маркер в цвет волосков бровей и дорисовываю пустоту. Самое главное не переборщить. Брови, напоминаю, сестрички, а не близняшки, поэтому они у меня разные. Плюс это естественная форма бровей. Следующим этапом я хочу подчеркнуть глаза. Сделать это так, чтобы никто не заметил сложно. Тем более, если у тебя маленькие ресницы. Я вытираю щеточки своей туши об салфетку. Подкручиваю ресницы керлером и прокрашиваю. Самое главное забыла сказать. Эта тушь коричневая. Она действительно смотрится естественнее, но у нее бывают странные оттенки. У этой стеллари приятный коричневый цвет. И матовый финиш. Я максимально разделяю ресницы щеточкой. После чего я беру чистую щеточку и еще раз прохожусь по ресницам. Мне одной кажется или действительно не видно, как будто бы свои ресницы. Перехожу к губам. И это одна из моих любимых частей моего лица. Я использую карандаш, который я купила, когда пришла в Золотое Яблоко и спросила, мне нужен карандаш от Пупа. Да, тот самый легендарный. Мне сказали, его нет. И дали вот это. Этот карандаш от Ларте очень похож на четверку от Пупы. Это тоже четвертый оттенок. Как можно заметить, им я орудую очень легко. Стараюсь проходиться только по краю губ, чтобы их увеличить. Следующим этапом я наношу лип-плампер, он же бальзам для губ от Influence. Он хорошо тинтует губы и при этом увеличивает их за счет мятного эффекта. Я наношу совсем чуть-чуть, чтобы никто не заметил, что они у меня блестят. Но чтобы они оставались увлажненными. Все теми же естественными впечатывающими движениями я наношу этот лип-плампер и вуаля. Кто-то подумает, что ничего не изменилось, но знатоки макияжа видят, что сухости губ больше нет. Добавляю немножко консилера. Он мне нужен для того, чтобы освежить мой взгляд. Наношу на Т-зону и под глаза. А также дублирую на прыщики. Легкой пушистой кистью, чтобы убрать блеск, я нанесу немножко пудры. Это уберет лишний блеск, но оставит естественное сияние. Я почти готова для того, чтобы пойти выгулять этот макияж, но хочу добавить немного аксессуаров. Я надену серьги, пусеты, пирсинги. Они добавят мне элегантности. Я буду немножечко диво обращать на себя внимание и отвлекать от того, что у меня вообще есть на лице какой-либо макияж. Также сюда очень пойдет высокая прическа. Я соберу волосы наверх и выпущу пару прядей у лица. Волосы, которые я убрала назад, я закалываю крабиком. Мне безумно нравится их носить, и я не понимаю, почему я не делала этого раньше. Получается очень элегантная прическа, которую можно носить хоть вечером, хоть днем. Даже когда я иду в зал, я надеваю крабик. Кожа чувствует себя прекрасно, она как будто бы светится изнутри. Мне интересно, заметят ли мой макияж друзья. Я решила провести эксперимент. Вечером я пошла с ними на прогулку и решила спросить прямо там. Да, вечернее время не совсем располагает клев к макияжу, но я думала, что они его не заметят от слова совсем. Вася, как ты считаешь, у меня есть на мне макияж сейчас? Да, темно, я не верю. Тебе иногда легкий, легкий. В смысле, легкий? А как ты определил, что у меня есть макияж? По тону лица? Очень равномерно, да. Очень равномерно. Обычно ты просто меня без макияжа видел, поэтому ты так говоришь, да? Да. Даже при таком свете на мне увидели макияж. Ну, что ж такое? Фото-камера, видео-камера, скажи хотя бы. Короче, Федь, вопрос к тебе. На мне сейчас есть макияж? Да, есть. В смысле, как ты это определял? Я вижу твой тон ровный. Я бы его нанесла совсем чуть-чуть вот сюда, консилер? Ну да. Все равно заметно? Нет. Понятно. После тусовки, когда я вернулась домой, я решила сделать маску и успокоить кожу после макияжа, хоть он был и легкий, снимая маску, распределяя остатки по лицу и перекрывая все заживляющим кремом от Salimax, он с экстрактом Noni, про который я уже говорила, разогреваю крем в ладошах и надавливающими движениями наношу на лицо. Запах у него травяной, приятный, он снимает зуд и даже покраснение, поэтому его идеально наносить после макияжа на раздраженную кожу. Ну вот и все, я иду спать, а вам хорошего дня!